МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24. Судья Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Водитель в больнице, пассажир пропал без вести. В Огольском районе в реку упала грузовая газель. Безопасные и качественные автомобильные дороги. Но настолько ли качественно ведутся ремонтные работы, узнавали наши корреспонденты. В Турцию без пересадок. В аэропорту столицы Дагестана открылся маршрут Махачкала-Анталья. В Огольском районе в реку упала грузовая газель. Водитель машины эвакуирован. Пассажир пропал без вести. ЧП произошло утром на дороге в ущелье Магудере. Автомобиль опрокинулся в реку Чиракчай. Водители доставили в местную больницу. А для поиска пропавшего мужчины на место выехала бригада МЧС, в составе которой 9 сотрудников и 2 единицы техники. В России ужесточили наказание за кражу электричества. Теперь за повторную кражу энергии физические лица обязаны будут выплатить штраф от 15 до 30 тысяч рублей. А должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от 2 до 3 лет. А также наложить штраф от 80 до 200 тысяч. Юридические лица вынуждены будут заплатить от 200 до 300 тысяч рублей. Что касается штрафов за единичную кражу электричества, они не изменились. Национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги. В столице ведется реконструкция улиц. Срок реализации нацпроекта 2024 год. До этой даты автовладельцы и пешеходы должны ходить по ровному и качественному асфальту. Но всегда ли ремонтные работы ведутся качественно и с учетом мнения людей? Камиль Девятов попытался узнать. Ремонт улицы Абдул-Мирзаева идет ударными темпами. Техника в полной боевой готовности. Уже идет укладка асфальта. Работает каток. В 2019 году национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги стартовал в 83 регионах страны. В задачи проекта также входит и контроль за качеством дорожных работ. Но вот если кураторы явных нарушений не видят, то бдительные местные жители замечают буквально все. Мы оставили заявку в Махачкаловом канале и они конкретно не сказали, когда бригада будет, когда это все будет делать. У нас вода с водопроводной трубы просачивается наружу и течет по улице. И по этому лучшему проложению асфальта мы знаем по этой технологии, сколько он будет служить. И вот несколько раз, уже несколько лет это место мы вызываем, делают, копают и никак дома не доводят. Установка асфальта по национальной программе – это хорошо. Снижение качества аварийно опасных участков на дорогах Махачкалы безусловно важно. Но вот проведение работ с учетом мнения и пожеланий рядовых людей – это, пожалуй, тоже необходимость. Это же не серьезно, это же сколько можно, уже не один раз это, несколько раз это было. Сейчас тоже вот асфальт стелят, не знаю, под лужейкой, она будет держаться разу? Не серьезно, честно говоря. Срок завершения работ по укладке асфальта заканчивается 20 июля. Но до тех пор, пока есть нарушения с канализацией, дело не сдвинется с мертвой точки. Последнее слово остается за городоканалом. А то и вправду, асфальт на воде – это ненадолго. Камиль Девятов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Отправиться в Турцию без пересадок. В аэропорту столицы Дагестана открылся маршрут Махачкала-Анталья. Накануне в город прибыл самолет Boeing 737-800 авиакомпании Azur Air для того, чтобы доставить пассажиров на крупнейший курорт Турции. Первый рейс был выполнен практически со стопроцентной загрузкой. Билеты распроданы на месяц вперед. Чартерные рейсы запланированы в течение всего летнего сезона. Цены варьируются от 10 до 20 тысяч за билет в одну сторону. Авиакомпания Azur Air пошла дальше в сотрудничестве с нами. И они готовы по запросам туроператоров организовывать любые новые авианаправления. То есть там, где будет потенциальная загрузка, там, где будут проданы туры, это может быть любое направление. Не только Анталия, это может быть Бодрум, не только турецкие направления. Любые другие направления, которые будут интересны нашим пассажирам, нашим туроператорам. Напомним, совсем скоро из Махачкалы откроется еще одно новое направление авиаперелетов. Это в столицу Грузии, город Тбилиси. Дагестан с официальным визитом посетила делегация парламентариев Ленинградской области. Встреча проходила в рамках подписанного ранее соглашения о сотрудничестве с коллегами из Дагестана. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие, а также обменялись опытом в законодательной сфере. По мнению депутатов, подобные встречи способствуют укреплению дружественных связей между народами. Пребывание в республике продолжится знакомством с достопримечательностями. Гостям проведут экскурсию по Сулакскому каньону и крепости на рынке Лавзербенте. Самое важное то, что сегодня завязывается дружба между людьми, между депутатами, не депутатами. Мы лучше познаем область, они познают Дагестан, мы сближаемся. Это все опять-таки укрепляет нашу страну. Интересы одни, чтобы наша страна процветала, чтобы мы друг друга лучше понимали. И если есть какие-то возможности, укрепить наши экономические связи. Уроза Байрам закончился, но эстафета добрых дел продолжается. Атмосферу тепла и мира создали в Доме дружбы, где прошло торжественное мероприятие для детей, посвященное мусульманскому празднику. Традиционно каждый год его проводит Муфтият Дагестана при поддержке Миннация. С подробностями Патимат Ханапова. На этом празднике дети самые главные гости. Вокруг шарики и яркие рисунки. Дом дружбы преобразился. Фойе театра, работы участников республиканского конкурса «Золотые правила нравственности». Это портреты, различные подделки и макеты мечети. А уже в зале торжество начинается с выступления Хафиза, победителя конкурса чтецов Корана. Программа вечера была разнообразна. Исполнение нашидов, викторинные сценки, посвященные месяцу Рамадан. В таком формате мероприятие проходит вот уже третий раз. И с каждым годом юных гостей здесь становится все больше и больше. На эти мероприятия принимают участвовать дети из разных школ, в том числе дети-сирот. Посетил мероприятие в Уфте Дагестана, а также представители других религиозных конфессий и чиновники. Также стоит отметить, что всех детей порадовали подарками. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Ну а дагестанские танцоры в очередной раз доказали, что они асы в своем деле. Ансамбль «Кавказ» из Каспийска получил гран-при на международном фестиваль-конкурсе «Золотая пальмира» в Санкт-Петербурге. Победители встречали в аэропорту родные и близкие, и представители детского центра, где они обучаются. Ребята показали два танца. Жюри оценивало исполнительское мастерство, технику исполнения и даже костюмы конкурсантов. К концу турнира пришли к выводу, что Кавказ был самым лучшим среди конкурсантов. Парень из Дагестана утонул на силикатных озерах в Липецке. Трагедия произошла в минувшее воскресенье. По предварительным данным, во время заплыва у него стало сводить ноги судорогой. Друзья бросились на помощь, однако не смогли его спасти. Парня не было видно на поверхности. Его тело извлекли на берег, прибывшие к месту ЧП водолазы и спасатели. Известно, что погибший учился в машиностроительном колледже Липецка. Дагестанские пограничники и полицейские сошгли плантации с коноплей. Во время спецмероприятий стражи порядка обнаружили на окраине села Шнас около 300 кустов конопли. Выявленные плантации были сожжены. Напомним, что незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, влекут за собой уголовную ответственность по статье 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это лишение свободы сроком до 8 лет. Россиян ожидает короткая рабочая неделя. Так, 11 июня рабочий день уменьшится на 1 час. 12 июня – выходной. 13 и 14 июня остаются рабочими днями. Отметим, что в нашей республике следующие ближайшие выходные намечаются на август. Дни, когда будут отмечать Курбан-Байрам. Кроме того, жители республики будут отдыхать 15 сентября, во время празднования Дня Единства Народов Дагестана. И о спорте. 4 золота, 3 серебра и 3 бронзы. Триумфом сборной России по вольной борьбе завершилось юниорское первенство Европы в Испании. Свой вклад в успех национальной команды внесли двое дагестанцев. Махачкалинский вольник Сайпудин Магомедов был вне конкуренции в супертяжелом весе. А хасавюртовец Магомед Абдулкадыров остановился в шаге от победы в весе до 70 килограмм. Отметим, что руководит сборной известный в недавнем прошлом борец Абдусалам Гадисов. Для молодого наставника соревнования в Испании стали дебютными на посту главного тренера. Повысить туристическую привлекательность Дербента с такой целью в южной столице Дагестана прошел велопарад. Свой путь колонна из 200 человек начала со стадиона Нарынкала. Велосипедистам предстояло преодолеть дистанцию в 5 километров. Среди участников как профессиональные спортсмены, так и просто любители активного образа жизни. Самому маленькому из них всего лишь 3 года, а самому взрослому 67 лет. Велосипедисты финишировали на набережной города, где для всех была подготовлена концертная программа. Мероприятие было приурочено к предстоящему 12 июня празднику Дня России. Здесь же участникам вручили сертификаты и подарочные сувениры. Пожелал бы, чтобы эти велопарады у нас проходили чаще и людей почаще бы вовлекали в спорт, активные виды отдыха. Я желаю нашим горожанам активного отдыха в этом году, прекрасных летних дней и активного участия в этих мероприятиях. Спасибо большое. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин